ДИНАРА САДУ 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 и Павла Даровы Старында 3.412 жеки тұрғыны, 421 аулаумағы и 1926 саяжай-юлеры Суастында Халуда. Информация о паводковой ситуации на 16 часов следующее. С начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находится 7703 человека, из них 3266 детей. Воздушными судами МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы. Откачано более 7,8 миллиона кубических метров талой воды. Проведена укладка более 1 миллиона мишкатар и 996 тысяч тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 16 тысяч человек и более 3 тысяч единиц техники, 6 воздушных судов. На данный час подтопленными остаются 3412 частных жилых домов, 421 придваровых территорий и 1926 дачных домов в 7 областях. Это Атараусская, Ахтюбинская, Ахмолинская, Кустанайская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская областях. Подъем уровней воды продолжается в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. На реке Есиль, границе с Северо-Казахстанской областью, во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодия, связанная с добеганием стоков с верховьев реки Есиль и боковых притоков. По бассейну реки Нура, в границе с Карагандинской областью, Целиноградский и Кругальжинский районы, дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилища Карагандинской области и добеганием талого стока с верховьев реки. 7 апреля выпущены штормовые предупреждения. На главной артерии Кустанайской области реки Табол, Житикаринская, Денисовская, Кустанайские, Мендыкаринские районы, ее притоках Уи, Аят, Толзак и Обаган наблюдается ледоход и высокие уровни воды. Колебания составляют от минус 53 сантиметров до плюс 142 сантиметров. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки. Также по Кустанайской области сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных постройок и дорог местного значения, расположенных в поселках и находящихся ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки. По области Ябай и Восточно-Казахстанской области в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков на большей части областей и дальнейшего повышения температурного фона, а также продолжение интенсивного снеготаяния и вскрытия рек, ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек. Спасибо. Корреспондент Бутагос Базарбаева. Она на прямой связи со студией. Бутагос, еще раз приветствую. Много ли людей остаются на дачах? Добрый день, Динара. Да, здравствуйте еще раз. Люди на дачах остаются. По информации городского Акимата, сейчас на дачах остается еще 2000 человек. Всего здесь, вблизи, в поймах рек Урал, Чиган и Деркул расположено 50 дачных сообществ. В них проживают 5000 человек, 3000 из них эвакуировались самостоятельно. Остальные, видимо, опасаются за сохранность своего имущества. По информации, ДЧС уже затоплено больше 400 домов, но их хозяева пока не могут оценить причиненность стихии ущерб, поскольку дома стоят в воде. Послушаем интервью с одним из владельцев дач. Доехал до домика. Домики, ну, было под окно. У меня, по крайней мере. У некоторых поменьше, пониже, но все в воде. Огороды, все в воде, все. Дорога свободная, конечно, дорога, но почти вровень. А когда придет Уральный и начнет выдавливать назад, в Чиган, не знаю, будет, после 10-го. Те, кто не уехал, чтобы люди собрались и покинули свои дома, городские власти и в целях проведения безопасности аварийно-спасательных работ теперь намерены отключить на дачах электричество и газ. А для жителей дач подготовлено больше 10 эвакуационных пунктов в самом областном центре. Места в них есть. Пока у меня на этом вся информация. Динара. Спасибо большое. На прямой связи со студией была Батогос Базарбаева из Уральска. 33 спасателя из области Улытау отправились на помощь коллегам в Североказахстанской области. Они примут активное участие в противопаводковых мероприятиях. С собой у них 4 единицы техники, 5 мотопомп и надувных плавательных средств. По словам руководителя, департамента подразделения обеспечили всем необходимым, так как что он полностью готов выполнять любые задачи. При этом он отметил, что в области Улытау паводковая ситуация стабильна, угрозы потопления населенных пунктов нет. Режим ЧС местного масштаба объявили в Иргийском районе Октябрьской области. Там из-за затопленных дорог нет транспортного сообщения шестью селами. В районе потоплены четыре дома. В селе Харасай упало несколько электрических столбов. Также в четырех сельских округах на пастбищах и зимовках есть факты гибели скота. Точное количество погибших животных будет известно после того, как спадет вода. К работе в районе приступила специальная комиссия, которая предстоит определить ущерб, причиненный паводкам. Напомню, режим ЧС объявлен в шести районах области и городе Октябрь. Жители регионов пострадавших от паводков призывают не пить воду из родников, колодцев и скважин. По информации Минздрава, часть проб, взятая для исследования в девяти областях страны, не соответствует санитарным нормам. Поэтому для питья и приготовления пищи необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду. А при наличии признаков инфекционных заболеваний немедленно обратиться к врачу. Отмечу, министерство держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию. В паводковый период работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим. В целом, с начала паводков проведен отбор и исследование более 4000 проб питьевой воды. Выяснилось, что 130 проб не соответствуют нормам. 84 по санитарно-химическим показателям, 46 по микробиологическим показателям. Но сегодня эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода, остается стабильной. Благотворительный фонд Асарумия собрал 200 миллионов тенге для пострадавших от наводнений. Сумма поступила всего за 6 дней. Откликнулись многие неравнодушные казахстанцы, в том числе бизнесмены, госслужащие, блогеры и артисты. Сбор денег продолжается. Отнычу фонд уже направил в затопленные регионы срочный гуманитарный груз на 25 миллионов тенге. Мы помогаем им гуманитарной, срочной помощью. Вода, питание, лодки, костюмы специальные, сапоги. Но этого недостаточно. Мы хотим дальше смотреть. И вот сейчас мы в Астане вместе с представителем власти, с центром решаем, как нам эффективно помогать населению восстанавливаться после этих бедствий. Шесть домов затоплены в селе Садово, Актюбинской области. Река Каргала вышла из берегов и подтапливают ближайшие населенные пункты. В зоне риска несколько дачных кооперативов. Там находится моя коллега Гульдана Кален. Гульдана, здравствуйте. Что предпринимают на местах, чтобы противостоять паводку? Приветствую, Динара. Если мы вчера говорили, что Каргалинское водохранилище было заполнено на 98%, то сегодня, скорее всего, уже 100%. Почему? Потому что пока что информации официально еще мы не получили, но мы предполагаем, почему. Потому что за ночь, получается, здесь, в Актюбинской области, были осадки. Вода вместе с сталой водой, плюс именно дождевая вода. Это все прибавило еще воды в Каргалинское водохранилище. Соответственно, она накопилась. И местным властям они были вынуждены сбрасывать воду в реку Каргалы. Соответственно, из этой реки Каргалы начала вытекать, имеется в виду, из реки Каргала начала вода выходить. Соответственно, начала топить, разливаться в сторону дачного массива. Жило села Садовое и жилой массив Акжар. Сейчас вот мы видим, да, вот сзади меня дома. Покажите, пожалуйста, да, оператор, вот сзади меня. Мы видим, что вот вода активно зашла во двор. В той части, да, еще там уже невозможно просто пробраться, потому что уже полметра воды точно, уровень воды вот поднялся. И мы в опасности находятся 220 домов, но в целом сейчас, по официальной информации, да, то есть затопило пока что именно 6 домов. И рядом со мной сейчас находится вот житель села Нурванага. Здравствуйте. Я как понимаю, вы уже здесь не первый день, да, наблюдаете вот такую вот обстановку вообще в целом. Насколько страшно, да, для вас, вот вы оцениваете все, что здесь происходит? Начало подтапливать примерно в начале апреля, вот. Ну, я здесь, в этом поселке прожил больше 40 лет. И вот, например, для меня это первое такое подтопление, очень масштабное. Вот, буквально часть вот этого поселка сейчас затоплено вот здесь вот это. Домов 6 или больше даже 6 там. Вообще, ну, для нас, для поселка это стресс, конечно. Ну, я как понимаю, да, сейчас жители сами просто так не сетят. Вот с утра до вечера я вижу, что вы сами помогаете сотрудникам ЧАЭС, вот военнослужащим, которые прибыли, да, проводите активный берег укрепительной работы. Да, да, мы хотим поблагодарить военную часть за помощь. И здесь от малого до великого все помогают, все и взрослые, и молодежь, и школьники помогают. Мы стараемся не бросить поселок в беде, так как он наш поселок, поэтому прилагаем все усилия и днем, и ночью. Вчера буквально мы всю ночь здесь были, вот, помогали, ходили, песок в мешке засыпали. Всем миром, чтобы как справиться с этой бедой. Все хорошо. Я добавлю то, что вообще в целом по Актюбинской области на данный момент затопило больше тысячи домов. Это в том числе и в районах. 120 домов разрушено. Безопасные места вывезли больше 10 тысяч человек. Пока у меня информация все. В следующих эфирах более подробно расскажем. Спасибо большое, Гульдана. Гульдана Калин была на прямой связи со студией. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.